Это микробиологическая промышленность. А тут как раз то, что я говорил, получение белка, ферментов многих. По поводу ферментов. Ферменты – это такие структуры, там очень важно было их как-то упаковать, чтобы они себя сохраняли. Их сейчас научились упаковывать, искусственно получать, и упаковывать в разные такие, в том числе синтетические обертки ферменты. Эти ферменты на заводах получают в большом количестве, искусственно, например, из грибов экстрагируют, из бактерий, а потом, конечно, в пищевую промышленность. Вот я вам сейчас скажу, чтобы получать побольше сока фруктового, вот у нас везде, в магазинах, вы видите, консервированные продаются соки. Оказалось, чтобы сок из клетки максимально, вот взяли растение, привезли на завод, как получить максимальное количество сока из растения. Надо все клетки, чтобы развалились. А все, из чего состоят покровы клетки? Любой растительной. Клеточная стенка. А что в ней есть? Какое вещество? Целлюлоза. Так вот, нужно массово научиться расщеплять целлюлозы. Вот такая была цель поставлена в пищевой промышленности, чтобы клетки все разваливались, и чтобы сок вытекал из них. А как вы думаете, как называется фермент, который расщепляет целлюлозу? Целлюлоза. Целлюлоза, правильно. Так вот, целлюлоза, например, сейчас это обнаружили же у всех, вот этих вот, у многих насекомых, у термитов она есть, потому что они одними бревнами питаются, там, досками. Вот, ну вот целлюлоза стала уже получаться в большом количестве искусственно, и при производстве соков ее тоже вот используют. Потом там еще, короче, протеиназы. Это для того, чтобы некоторые сорта животного белка надо тоже как-то уметь расщеплять, и биологи протеиназы тоже сейчас искусственно очень много используют. Это, опять же, для пищевой промышленности, потому что жесткое мясо многие люди не хотят есть, из него там что только не делают, и оно должно быть частично расщепленным протеиназами белки, которые там содержатся. Так, я уже очень много методов привел. Да, это, кстати, тоже получение ферментов, это микробиологическая промышленность.